Дорогие братья и сестры, скажем, слава нашему Господу! У нас сегодня с вами прекрасный день. Независимо от того, как уже братья сказали, какая погода, сверху все равно солнце есть. И там всегда светло, потому будем поднимать взор свой к небу, там, где всегда светло. Там, где всегда Дух наш находит утешение и покой. И сегодня, знаете, очень прекрасный день. И прекрасный он, потому что сегодня мы вспоминаем прекрасное событие. И некоторые христиане веры евангельской говорят, это наш праздник, это наш. И, по сути, конечно же, он наш, потому что мы принимаем то Слово Божие, которое говорит о крещении Духом Святым со знамением иных языков. И как Писание учит, что и апостолы, и многие другие ученики в Первой Церкви были крещены Духом Святым. И через сто лет они были крещены Духом Святым. И через многие года, через всю историю Церкви, может быть, не так обильно, как в Первопостольской Церкви, и не так обильно, как сегодня в наше время, уже в продолжение около ста лет, уже больше ста лет, но на протяжении всей истории Церкви были люди, крещенные Духом Святым. И Бог через них действовал могущественно. И я немного позже коснусь истории о том, где говорится о крещении Духом Святым в истории Церкви. Но сначала хотел бы прочитать одно место Священного Писания в Деянии Апостолов, где говорится о последних словах Иисуса Христа, которые Он сказал на земле. Вот знаете, дорогие друзья, когда люди надолго расстаются, да, или, так скажем, понимают, что долго друг друга не увидят, они в конце что говорят? Ну, давай, счастливо. Нет, они говорят какие-то очень важные слова, правда? Говорят, то, что, может быть, обобщает вообще весь круг общения, который был до этого, и все время проведенное вместе, что-то обобщает и говорит, вот из этого общения тебе важно вынести то и то, и для меня было полезно то и то. Вот я тебе желаю вот это и вот это, вот это. Я желаю тебе, а другой говорит, а я тебе желаю, чтобы то и расстаются, и несут в сердце уже те последние слова, которые были произнесены. И Слово Божие говорит нам такие слова. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима». Это первая глава Деяния, четвертая глава и ниже. «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, «Не все ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Слава нашему Господу! Дорогие друзья! Я бы свое слово хотел назвать такими словами. Оружие Господнее или всеоружие Божие. И вот знаете, есть такое очень прекрасное место в послании апостола Павла к Евсянам, где Он говорит, что нужно облечься во всеоружие Божие. А в этом месте Священного Писания Христос говорит, «Должно вам облечься силою свыше». Облечься – это значит что-то на себя одеть. В чем-то мы должны находиться, и что-то сверху нас должно быть. И в Исианах написано, «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских». И еще дальше, 6 глава, 13 стих. «Для сего примите всеоружие Божие, чтобы вы могли противостать день злой, и все преодолев устоять». Писание говорит, «Облекитесь во всеоружие Божие». И мы думаем все время и рассуждаем над этим. Ну как нам облечься? Ну как нам, что нам на себя одеть, чтобы нам устоять, чтобы нам противостать козням дьявольским, чтобы нам вести победоносную христианскую жизнь. Хотя, может быть, не всегда все просто, но христианин, облеченный силою свыше, он имеет победу. И как, знаете, брат Вадим наш часто говорит, обречен на победу. И не потому, что она нам автоматически дается, но человек, который облеченную силою Божией имеет такую способность угошать раскаленный стрел лукавого. И вот, знаете, на протяжении всей истории человеческой людям было тяжело бороться с грехом, было тяжело хранить чистоту, было тяжело хранить святость, было тяжело приближаться к Господу. И потому Христос говорит им такие слова, не отлучайтесь из Иерусалима, не ходите никуда. Хотя он уже, он многие напутственные слова им сказал, но он говорил им в конце уже самое-самое ценное и важное, никуда не ходите, потому что у вас еще чего-то нет. Это то же самое, когда воин выходит на войну, и у него в руках ничего нет, и ничто его не защищает, и он вдруг кинулся в бой. Ну, мы понимаем, что произойдет. Ну, смерть просто. Это смертник. Он очень быстро погибнет, один из первых. Но человек, который вооружен, он так быстро не сдастся. У него есть чем защищаться. Ему есть чем противостоять. И потому Христос говорит такие слова, не уходите из Иерусалима, не отлучайтесь, но облекитесь силою моею. И вот, знаете, ученики думали, ну, где же, когда же, Господи? Знаете, как в то время, 2000 лет назад, так и сегодня, кстати, народ израильский очень сильно ожидает особого благословения на свой народ. И в то время люди очень сильно ожидали, когда же придет Христос. Должен прийти Христос, вот-вот должен прийти Христос, потому что ветвь царей израильских, она остановилась. И Ирод уже не был иудеем. Это был язычник. И они понимали, ну вот, Ирод еще будет жив, уже придет Христос, потому что Бог обещал, что это будет от колена Давидова. Он обещал, что так будет, и они верили этому, и они ждали, ну вот, вот, вот придет Христос. И Он пришел, и Он открылся. И ученики говорят, Господи, а теперь когда Ты восстановишь? Господи, а когда Ты это сделаешь? Что царство наше опять расцветет. И мы будем жить, как при Давиде, при Соломоне, будем жить прекрасно, каждый сидит по своим виноградникам. У них были интересные мечты. И Христос говорит им, не ваше время знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Знаете, дорогие друзья, сегодня часто в окружающем мире слышишь такую фразу. Психологи говорят, учителя говорят, многие люди говорят, что человек должен изменить сам себя. Вы слышали когда-нибудь такую фразу? Человек должен изменить сам себя, повлиять на свою жизнь и что-то сделать. Но вот знаете, сколько человек живет и сколько старается себя поменять, только хуже получается. И человечество деградирует, и ничего не получается. Но Христос говорит, примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Человек сам себя поменять в лучшую сторону не способен. Он говорит, примите Духа Святого, который как Божий архитектор устроит Царствие Божие, которое вы ожидаете, но оно будет в вашем сердце. Это Царство, которое придет, оно внутри расцветет вас. Мир поменяется тогда, когда вы поменяетесь внутри. Он им об этом говорил. И когда они приняли силу свыше, когда сошел на них Дух Святой, начал преображаться Иерусалим, потом начала преображаться Самария, потом начали преображаться территории, занятые Римом. И Слово Божие говорит, и так будет совершаться до края земли. Дух Святой не остановится преображать мир, пока не дойдет до конца. Слава Господу! И Он сегодня это делает. И Он сегодня это совершает. И у Него сегодня есть люди, преображенные изнутри, которые имеют Царство в своем сердце. И Слово Божие говорит нам. И я хотел бы обратить наше внимание на три источника силы Духа Святого. И первое, что делает Дух Святой, Он дает, как я уже сказал, силу от Господа мы имеем в борьбе с грехом, в борьбе с трудностями. Мы имеем силу свидетельства и силу изменения внутренности нашей. Как я уже сказал, Дух Святой, Он прекрасный, духовный архитектор нашего сердца. И второе, Дух Святой, Он есть Дух, утешитель. Дорогие друзья, скажите, кому бы не хотелось, чтобы был человек рядом, который мог бы утешить? Ну, каждому бы хотелось, да? Даже братья, которые немножко такими суровыми лицами, но внутри сердца, все равно бы хотели, чтобы кто-то утешил, поддержал. Так, братья? Братья с репцентра, хотелось бы, чтобы кто-то поддержал. У них более суровые лица, у них жизнь за плечами была непростая. Но утешения хочется, правда? И хочется, чтобы кто-то поддержал. И хочется, чтобы кто-то ободрил. Писание говорит, пришел Он, Дух, утешитель. Слава Господу, дорогие друзья. И потому верующих очень сложно понять людям, не знающим Бога. А знаете почему? Когда все печально кругом, они радуются. На работе не дают зарплату, он пришел счастливый. Я когда прихожу на работу, знаете, вокруг меня аппаратчики, которые со мною работают, они говорят, ты чему радуешься? Ну, опять день пришел, опять на работу. Вот если было бы пятница, ближе к субботе, ну, тогда бы можно было чему-то радоваться. Впереди и выходной день. Ты чему радуешься? А я ничего не могу с собой сделать. Я захожу, у меня лицо радуется. Оно изнутри выходит. Я улыбку не натягиваю. Я захожу, я говорю всем, здравствуйте. Все, у меня внутри просто хорошо. У них нету этого. Они лишены этого, друзья. Мы с вами счастливые люди. Мы будем радоваться тогда, когда дождь идет. Мы будем радоваться тогда, когда чего-то в жизни нет. Почему? Потому что эта радость не потому, что нет. И знаете, есть такие люди, которые имеют психическое отклонение, они всегда радуются тоже. Но эта радость другая. Это радость от измененного сердца. Это радость от внутреннего источника, который бьет внутри и заставляет человека радоваться. Это Дух Святой, который пришел и изменил нас, и даровал нам внутрь, нас, свое Царство. Дорогие друзья, мы должны больше давать этому источнику места в своем сердце, в своей жизни, потому что когда меняемся мы под действием Духа Святого, тогда меняется все вокруг нас. Люди меняются, обстоятельства меняются. И даже, скажу, атмосфера жизни меняется. Христиане влияют на мир. Сегодня люди, которые исследуют христианство, и задают такой вопрос. Почему во многих европейских странах сегодня очень высокий уровень жизни? Почему очень высокий уровень жизни? Почему в странах, где процветает идолопоклонство, сегодня низкий уровень жизни? И там большие бедствия, а в этих странах очень высокий уровень жизни. Когда начинают исследовать историю некоторого времени назад, то в этих странах были именно христиане, которые очень сильно повлияли на эту страну. очень сильно повлияли на распространение Евангелия в Советском Союзе. Очень сильно повлияли на то, чтобы миссионеры ехали в наши далекие края. И не только в наши, но и в другие далекие края. Они сегодня переживают благословение, которое принесли христиане в свое время. Дорогие друзья, христиане влияют на благословение окружающего мира. И также Слово Божие говорит нам такие слова, что Дух Святой, Он возвещает будущее. В Евангелии от Иоанна, 16 глава, 13 стих, говорит нам такие слова. «Когда же придет Он, Дух истинный, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Вы с этим согласны, друзья? Что Дух Святой, Он возвещает будущее. А какое Он будущее возвещает? А что Он возвещает? Знаете, мир тоже возвещает будущее и говорит всему конец. Скоро тьма, планеты столкнутся, метеорит упадет, все сгорит там и так далее, и так далее. Это их будущее. Они к нему идут. А Дух Святой другое будущее возвещает. А Он говорит, любящий Господа ожидает небо. Любящие Господа все преодолевшие устоят и будут иметь наследство непроходящее. Миллионы лет купил Отец для нас. Есть такой псалом. Я скажу, не только миллионы, но и миллиарды. И мы не знаем такого числа, сколько там лет впереди. И это все Отец купил ценою крови Сына Своего для нас. Слава Господу, дорогие друзья. И как я уже сказал, что в истории христианства всегда люди были любящие и следующие за Господом. И вот знаете, были такие маравские братья, которые очень любили Господа и положили в сердце своем искать Бога. И как один проповедник говорит, они были крещены Духом Святым. Они пережили силу Божию. И недавно мы слушали христианскую историю. И говорится, что у них молитва до сего дня не прекратилась. Каждый час они молятся поочередно. И уже на протяжении многих-многих-многих лет. Молятся. Что их движет? Что дает им такую способность? Дух Святой. Когда в Америке было сильное излияние Духа Святого, то очевидцы говорят, когда они пришли на то место, где было сошествие Духа Святого, там в продолжении около двух лет, двух лет, да? Трех лет было непрекращаемое служение. Двадцати четырехчасовое. Днем, вечером, ночью, перед утром, днем и так далее, и так далее. Три дня. Ой, извиняюсь, три года. Три года так они пребывали в служении. И те, кто шли туда, когда сходили с поезда, говорили, мы шли как будто против ветра. Такая была сила Божия. И люди как будто ветер преодолевали, шли к этому дому. Такая была там сила. Дух Святой действует, как хочет. И с такой силой, как Он хочет. Но действовать Ему даем мы. Открываем сердце мы. Мы доверяем Богу. Мы. И давайте мы об этом помолимся Господу, чтобы нам иметь на себе это Божие обмундирование, или Божьи доспехи, Божье всеоружие, Божью силу, чтобы нам иметь всегда это утешение и утешаться Господом. И чтобы нам смотреть намного дальше, куда смотрит весь этот мир, видя будущее, которое ожидает нас. Будем молиться. Спасибо. Продолжение следует...